Ощущения приятные. Я уже в интервью выразился, что я хочу достигать только высот вместе с «Динамо». Это клуб с большой историей, поэтому я рад стать частью этой команды, стать частью всего этого, наверное, проекта, который сегодня находится на австрийском сборе втором, и скоро у нас будет чемпионат, где мы будем показывать все наши наработки. Коллектив замечательный, все парни просто отличные, отличная команда, очень слаженная, молодая. Больше всех, наверное, общаюсь с, ну, естественно, молодые ребята, потому что я с ними знаком. Естественно, Скопинцев Дмитрий, Лещ. В последнее время, ну как в последнее, на первом сборе познакомился с Диего Лаксальтом, сейчас начали общаться еще с Фабианом. То есть, я думаю, на самом деле, очень с многими из команды общаюсь, и постепенно мы наладим полную связь, и все будет шикарно. Знаком был с, ну, еще до «Зенита-2», я скажем так, был знаком и с Галкиным, и с Тюкавиным, потому что мы еще на чемпионатах России юношеских играли друг против друга, поэтому все было хорошо, вот, и мы с ними знакомы уже достаточно многое время, то есть единственный это Захарян, да, которого я, ну, как бы, заочно мы были знакомы, но лично познакомились только тут. На самом деле, я думаю, никакой разницы нету, потому что в основном ничего не меняется, то есть я не тот человек, который выставляет, там, 500 историй, что я вот здесь Динамо на сборах. То есть, да, держал, меня попросили держать в тайне, никто об этом не знал, кроме родителей. Совершенно спокойно к этому, наверное, отнесся, спокойно тренировался, доказывал, и потом, когда уже стало известно, уже потом начались, там, со стороны друзей, там, вопросы и все такое. Наверное, просто это мой первый опыт, да, то есть я все 13 лет провел в «Зените», там, наверное, если просмотром назвать это, когда я попал, да, в первую команду на сборах, я себя там достаточно хорошо проявил, поэтому я считаю, что, как бы, все, так скажем, все игроки – это люди, мы все совершенно одинаковые, поэтому спокойно отнесся, и все. Не было боязни, потому что я уверен в себе, играл, как бы, ничего нового не выдумывал, да, плюс я постоянно был в контакте с Сандро, с Волома, со всеми тренерами, и спокойно общались, подсказывали мне, я совершенно спокойно, я думаю, играл, и, так скажем, матч за матчем все лучше и лучше показывал себя. Ну, наверное, один, да, один из, так скажем, некоторых пунктов, которые я рассматривал, но в целом мне просто нравится стиль команды, мне нравится, что Сандро вместе с тренерским штабом доверяют молодым игрокам, и это хороший коллектив, хорошие тренеры, с которыми я считаю, что я способен вырасти, поэтому я здесь. Да никак, в основном некоторые друзья меня поздравили, пожелали удачи, совершенно, как бы, спокойно отреагировали, некоторые ничего не писали, то есть, ну, там есть люди, которые вообще никак не отреагировали, тренеры просто поспрашивали, я еще им даже не ответил, поэтому думаю, надо им ответить хотя бы, вот, раз я подписал контракт, уже можно отвечать. И, в целом, да, пожелали удачи. Мне кажется, что я физически развитый игрок, то есть, у меня главное качество это, ну, я мобильный, быстрый для центрального защитника, для своего роста, и, я думаю, достаточно спокойный, плюс я могу подсказывать, поэтому я думаю, что мы с ребятами сдружимся и на поле будем понимать друг друга. В Грузии, да, да, в Грузии очень распространенное имя, так скажем, я думаю, точнее, родители так сказали, что меня назвали так, потому что я наполовину грузин, и раз у меня фамилия Сазонов, то имя должно соответствовать Грузии, поэтому Саба. Я говорю в совершенстве, то есть, я все понимаю, я спокойно разговариваю, свободно, но из-за того, что я уже давно не был в Грузии и не писал, не читал, именно на грузинском, я уже забыл. То есть, понятно, что, если мне дать там месяц-два, я вспомню, но только разговариваю, скажем так. Так, цели грандиозные, амбициозные, во-первых, если брать, да, командные цели, это, естественно, выиграть чемпионат, я знаю, что это суперамбициозно, но это задача максимум, от нее будем отталкиваться, а дальше посмотрим, что будет. Если личные, то, естественно, тоже амбициозные цели, сначала просто заиграть, то есть дебютировать, заиграть в официальных матчах и потом уже добиваться стартового состава.